Традиционное еженедельное совещание в администрацию округа началось с поздравления с Днем сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Раменский округ богат на традиции. Это связано с тем, что на территории находится большое количество сельхозпредприятий. В этой сфере у нас хорошие показатели. А в течение двух дней, 24-25 октября, в Кжеле состоится гастрономическая ярмарка «Карусель вкуса». Практически определенный круг участников, но я думаю, даже те, кто захотят еще поучаствовать, будут с удовольствием приняты в ряды фермеров и тех, кто готов продать свою сельхозпредприятию. Важное направление, почему? Потому что, как выясняется, некоторые фермеры ищут точки сбыта. Это не всегда удается, потому что не везде есть такая возможность. Где-то цена аренды высокая, где-то не так часто проводятся такие мероприятия. Но, тем не менее, 24-го числа мы начнем проводить такое мероприятие. Закончится на 25-го, два дня будет происходить эта ярмарка. Один из важных вопросов на сегодняшний день – это ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции в округе. Определены ограничения, которые приняты на территории Московской области. Масочный режим и ограничения для людей 65+. За последние сутки в Подмосковье выявлено более 400 заболевших ковид. Из них 14 человек из нашего округа. В Рамецком удалось одним из немногих в Подмосковье создать КТ-центр, который ведет круглосуточный прием. По 159 исследований в пиковые часы у нас, в пиковые сутки, было выполнено. И если раньше из 159 исследований у нас было по 29, по 30, потом по 36, то вчера мы выполнили 109 исследований. Из них пневмоний, похожих на норфирус, как пневмонии, с подозрением на коронавируса уже 59. Значит, учитывая, что мы принимаем и те регионы, которые не могут оказывать такую услугу, как этому монографию вечером, то есть здесь есть, конечно, в этих 59 жителей Росстали, Ногинска, Значит, сегодня делали выборку, при любом Росстали, только 39 человек – это жители Раменского района. Ситуация тяжелая, всех прошу быть убедительными, а мы на страже помогаем. Спасибо. В Раменском округе осуществляется плановая медицинская помощь в полном объеме. Центральная районная больница получила две дополнительные машины, которые будут выезжать на неотложную помощь. У нас есть большое напряжение и со скорой помощью, и со временем доезда, и с количеством вызовов, которые есть в Раменском районе. Следующим вопросом стал рейтинг 50, который показывает эффективность работы органов местного самоправления по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области. Сергей Микотин, директор Раменского центра управления регионом, озвучил итоги за неделю. Сергей Микотин, я хочу обратить внимание на работу Островецкого территориального управления, просто для примера остальным. Коллегам с начала года поступило наибольшее количество обращений – 1048. Из них только 46 были направлены зрителям повторно. Это менее 5%. Очень неплохой результат. Для сравнения, возьмем результаты Челковского, представленные на этом же слайде, на Челковском территориальном управлении, всего 425 обращений поступило коллегам с начала года. Из них 74 вернулись повторно. Это более 17%. Крайне неудовлетворительный результат. На сегодня именно повторы негативно сказываются на общих результатах. По словам представителя организации «Раменские автомобильные дороги», пока позволяет погода, в «Раменском городском округе» продолжаются работы по ремонту дорог. Он завершится до 1 ноября. Определен подрядчик по устройству остановочных пунктов на улицах Революции и Красноармейской. А специалисты «Раменского ДРСУ» готовы к похолоданию. Из 48 вагонов соли, и у нас количество уже необходимое, уже заготовлено. Как раз на этой неделе, в конце недели намечается отрицательная температура, и поэтому можно сказать, что в этом плане полностью готовы. Сергей Григорьев, Алёна Иванова, Игорь Чернышов для программ «Городские вести». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!